Возвращение из небытия. Документальный фильм «Я свободен» рассказывает историю жизни заключенного и репрессированного композитора, музыкального авангардиста 20 века Всеволода Задирадского. В годы революции музыкант находился в рядах Белой армии, за что в 30-е и поплатился. Был отправлен в лагерь по ложному доносу за распространение фашистской музыки. 10 лет без правой переписки. Все творчество уничтожено. Но и в нечеловеческих условиях композитор сумел написать самую главную симфонию в своей жизни – «24 прелюдии и фуги» на телефонных бланках. Его музыку не исполняли, не публиковали, но спустя век о нем заговорил весь мир. Екатерина Удавицкая, аспирантка Самарского института культуры, в своей научной работе рассказывает о всех важных моментах творчества и жизни композитора. Конечно, когда я услышала, что человек сидел и в условиях жутких холодов, вообще жизненных жутких условиях написал вот это величайшее произведение «24 прелюдии и фуги», конечно, меня заинтересовало, что же еще, как сказать, приключил с этим композитором, что же он еще сочинил, написал, створил. Оказалось, что у него огромное наследие. После выхода на свободу Всеволод Задирадский написал незаконченный роман «Я шагаю по эпохе», который, по словам критиков, стал литературным открытием 20 века. А после того, как вышел из лагеря, создал еще две фортепианные сонаты. Мне случилось познакомиться с музыкой Всеволода Петровича Задирадского несколько лет назад, в 2012 году, когда мне в руки попали ноты, и я сам пианист, и я стал пробовать читать с листа, играть эту музыку, и в какой-то момент я вдруг понял, что эта музыка – как бы незаполненная лакуна, которая осталась после великих титанов 20 века – Рахманинова, Прокофьева, Николая Метнера, и вдруг открывается стиль, который не похож ни на кого из них. Кинопоказ о забытом когда-то авторе является частью Большого первого фестиваля русской музыки имени Шостаковича «Седьмая симфония». Все чаще музыка Задирадского звучит на выпускных экзаменах в разных музыкальных училищах России и Европы, и интерес к ней только растет. Валерия Куценко, Константин Головин, События. Субтитры создавал DimaTorzok